Всем привет. Продолжаем выбирать ретро ноутбук для DOS и Windows игр. И сегодня у нас снова Toshiba модель Satellite 330 CDT. Вот так он выглядит. Здесь есть флопик CD-ROM, есть USB ноутбук. Да так достаточно нафарширован. Клавиатура здесь была уже пожелтевшая. Сделаю вставочку. Пришлось ее осветлить. Клавиатура от времени пожелтела. Буду осветлять ее блондараном. Клавиши я все снял. Осталось снять русские буквы, развести оксигент. Это краска для осветления волос. Все это замазать, завернуть фольгой, оставить на ночь. Блондаран мы размешали. Сейчас мы это все будем наносить. Нанесли краску осветлитель. Теперь это все дело заворачиваем и оставляем на несколько часов. Иногда подходим, помешиваем. Потом смываем. Все смыли, просушили. Теперь можно возвращать. Ну вот и все. Кнопки стали как новые. Итак, процессор здесь Intel Pentium. Топовый Pentium мобильный. Максимальный 266 МГц. Оперативной памяти 64 МБ. Заходим в BIOS. Зажимаем Escape и F1. Видеокарта Chips & Technology 2 МБ. Матрица экрана 800 точек на 600. В этом ноутбуке есть масштабирование. Но, к сожалению, работает не во всех режимах. В DOS 320 на 240 есть. Прекрасная картинка. В родном, естественно, тоже есть 800 на 600. А в 640 на 480 идет в рамочке. Прям даже была неожиданность, что такое тоже бывает. В низких разрешениях есть масштабирование. Более высоких нет. Звук работает в чистом DOS. Yamaha OPL3. Это, конечно, хорошо. Так. Запустим DOS. Позапускаем игры. Dangerous Dave. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дюк 3D запустим Разрешение выбрано 800 точек на 600 То бишь будет на весь экран Это родное разрешение Смотрите Ноутбука Субтитры делал DimaTorzok Дюк 3D запустим Количество кадров Двадцать два В принципе играть можно Либо в 640 на 480 Будет гораздо быстрее, но будет в рамочке изображения У этого ноутбука есть интересная особенность Можно нажатием двух клавиш на горячую Снизить тактовую частоту процессора в два раза до 130 МГц Сейчас мы убедимся, что у нас 266 МГц Да, 266 МГц 206, 207 тысяч попугаев Выходим Нажимаем клавишу Функция плюс F2 Это водопроводный экран нарисован на клавише И смотрим Частота процессора наша уменьшилась ровно в два раза Это необходимо для некоторых старых игр Чтоб они не шли слишком быстро Также можно в BIOS отключить кэш И компьютер Станет буквально 386 DX25 Плюс-минус Переходим в Windows Плюс-минус Запустим вторых героев У игры разрешение 640 на 480 Поэтому у нас изображение в рамке В принципе игра идет неплохо Процессор здесь очень мощный Но Видеокарта тут слабенькая Чипс антихнологии Лучше бы сюда С3 вирш DX какой-нибудь Третье герои Разрешение данной игры 800 точек на 600 Так что у нас будет на весь экран Высесе 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 Видно, что игра идет очень тяжело. Пройти-то, конечно, я думаю, так можно. Продолжение следует... Запускаем CPU-Z. Вот он наш процессор. Мобильный Pentium MMX, 266 МГц. Итак, данный ноутбук для DOS игр просто великолепен. 266 МГц. Можно нажать одной клавишей в 133, убрать кэш. Еще можно срезать до трешки. 386-й компьютер. Но в Windows 3D, конечно, у видеокарточки тяжело. Только во что-то простенькое квесты какие-то. Но, опять же таки, без масштабирования в 640 на 480 это будет игра в рамке. На 800 на 600 не потянет ни за что. Спасибо за внимание. Удачи! 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 Удачи!